Мельница моды Это республиканский фестиваль и в рамках республиканского фестиваля проходят региональные отборочные туры. Сначала учащиеся учреждения профессионально-технического и среднего специального образования Брестской области участвуют в эскизном туре. Все, кто проходит эскизный тур, дальше воплощают свои модели в ткани. Это у нас уже получается региональный отборочный тур воплощения. С первых минут конкурса фестиваля становится понятно. Равнодушных в зрительном зале точно не будет. Под цветом софитов яркие броские наряды. Свободные струящиеся модели сменяют строгие образы стильно и со вкусом. Хотя завершение показа не ограничивается только овациями. Члены жюри дают советы, иногда критикуют. Я хочу увидеть чудо, можно сказать. Хочу увидеть то, что жизнь наша прекрасна и интересна. Чтобы коллекции были позитивны и вдохновляли других людей на более доброжелательные поступки. И нашу жизнь приукрашали, разукрашивали в разные краски. Конечно, мы всегда смотрим на качество коллекции, на то, как они сделаны. И все-таки это должна быть однозначная идея. Идея должна быть творческая. И новая новизна в исполнении одежды, в каком-то приеме, в каком-то конструктивном сюжете. Все это необходимо для того, чтобы коллекция состоялась и заняла какое-то место. Коллекция начинающего дизайнера Никиты Ведерникова направлена на использование вторичных материалов. К примеру, оригинальные плюшевые ковры были применены и в цельных изделиях, и в отделке. В целом, коллекция молодого человека, который в мире большой моды делает свои первые шаги, включает элементы строгости и графичности. Основная идея заключается в том, что это такое впечатление о даче, впечатление о бабушке. Это какой-то момент ностальгии, именно детских впечатлений, тепла и уюта, которые посредством одежды были воплощены, ну, были воплощены предметами одежды. Впереди показы на подиумах Минска. Пожелаем брещанам удачи. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова